у нас тут такой большой уже так вырос мамка заскучилась да какой большой скоро мамку догонишь сын Ну вон мама, посмотри, вон мама, посмотри, носик мой, ты как папа смеешься, засняла это, это так мило, вон мама, посмотри. Обалдеть, Сережки, а что-то обязательно надо было? Ты поехал, сейчас привязанная, да? Ну, кроме тебя больше кому еще, только ты такую можешь, поделась. Так, все вы знаете мою любовь к Ване, сегодня я купила вот такие штуки, у Маринки увидела африкантовые, сейчас будем пробовать. Что из этого получится? Ну блин, не очень мне, конечно, штука впечатлила, просто водичка розовенькая, и все, все у меня есть вот такое мороженое, сейчас будем мороженку пробовать, он так вкусно пахнет. Так, колт-цвет странного. Вы все спрашиваете, как наш Йосик? Вот он, и грунтик такой же, мы его выходили, выкормили. Все, большой узы стал у нас, очень активный. Ой, как назеваем. Все, здоровая кошка. Куда вы полезли? Там нет коньяка, уберите руки, это детская, вообще-то, коляска. Ой, какой сладкий. Хочу с вами поделиться одной историей. Короче, когда у меня родился сынок, на самом деле, времени не всегда на себя хватало, вот, а у меня, чтобы вы понимали, корни головы жирные были, а концы всегда сухие, и мне приходилось ходить с грязной головой, это ужасно. Но я рада, что у меня такой проблемы больше нет, я могу теперь не мыть голову по 2-3 дня, вот сейчас, смотрите, я мыла голову 2 дня назад, не намека просто на жирность, вот вы посмотрите, они пушистенькие, красивенькие, ухожененькие, просто. А добилась я такого состояния волос благодаря своему шампуню-скрабу, кстати, сейчас он стоит по акции всего лишь 207 рублей, при этом ваши волосы будут в идеальном состоянии, но очень важно использовать всё в комплексе, вот у меня лично серия жирные корни, сухие концы, и самое важное, вот вообще мой самый любимый, спрей для мгновенного восстановления, после него волосы просто идеальные. Ёсенька, приятного аппетита, я, появилось 2, появилось 2 Ёсеньки в доме, Танюш, как тебе твоя новая, а, ну да, 3, Танюш, как тебе твой новый вид? Да. Ля, а что происходит, а у меня во дворе? Это... Телефузики, блин, отдыхают. Ну, понимаете, да, в общем, как у нас весело в доме? Ну, приходите к Ёсе, смотрите. Ребятки, гляньте, какую мне красоту наводит. Буду с косичками, как моя сестра, да, только с коричневыми. Синок, у тебя шок, да? Сына, это мама, да. Женеть вас не знаю. Я вас не знаю. Мартын, что нам про чай прямо говорить? Это не чай, это моча бизона. Что? Можно не кричать, говорю не кричать. Не, ну принесла чай, я с него какой-то запариваю. Это чистый чёрный чай. Это не чёрный чай. Слушай, ты будешь заебалить, честно говоря. Мы с Танюхой в Леруа приехали. Ну, такое всё красивое, новогоднее. Фонарики вон горят. Так классно. Да? На самом деле, столько дел, столько всего надо успеть. Завтра уже мы снимаем первую серию нашего сериальчика. В субботу, 28-го, новоселье. Блин, ровистый дел, конечно, пипец. Реально. Следите за нами, не пропадайте. И ещё, ребятки-котятки мои, дорогие, хорошие. Я сегодня вот про рекламу написала. А вы мне, блин, весь директ забили ей. Не на мою страницу надо писать. А мне просто директ и так завален. Чтоб я вас не потеряла, пишите вот сюда, пожалуйста. Там менеджер Даша. Она вас прокомментирует. Короче, сейчас будет сториз с возмущениями. Сейчас решили посмотреть Дом-2. Сегодня в ленте мне, короче, попадались всякие вот такие вот истории с тем, что якобы Ира Берлинова всё это делает ради нынче действующего конкурса Человек года. Вы знаете, вот если честно, настолько, блядь, вот это всё неприятно, мерзко, обидно вообще. Просто прям, ну фу, вот если честно, вратить от этого хочется. Я лично общаюсь с Ирой. Я лично знаю, что у неё происходит. Я лично с ней за три дня до этого, блядь, ёбаного, просто бунглобного разговаривала. Я знала, что у неё происходит там просто капец, какая жесть. И вот просто вот от того, что вот люди когда-то так делали на проекте, и в принципе люди, которые были на проекте, совершают какие-то неправильные действия, почему-то должны от этого страдать абсолютно другие люди. Это ненормально, это неадекватно, ребят. Люди разные. У Иры реальные проблемы. Ира реально осталась одна. Реально. Ну что, вы готовы? Я же, ты уверен, что мы должны в этом идти на вечеринку. Врод тебе, черпых, во что ты меня напялил? Да успокойтесь, нас там примут за своих, всё будет губ. Надеюсь. Круто, да, Ёс, отдыхаем? Только опожорились. Ну уж простите, зато они тёплые, спасают нас от холода. Так что не ори на меня. Тепло, это да. Ну да, и качество хорошее. Ну уже старался, и у него получилось нас удивить. Да ладно, чё? Прости меня, сынок, мы не знали, что в пижамах можно ходить куда угодно. Они правда красивые и оригинальные. Вам точно понравились? Да. Точно? Да. Отлично. Тогда можно идти в баню. А в чём в баню? У нас же ничего нету. У нас главное есть пижама, остальное неважно. Пойдём. С сыном смотрим этот на выступление одно ненормальное. Сын, что надо делать? Сын, что надо делать? Сын, что надо делать?